Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Избавить Зальнюю. Сейчас мы с вами свяжем цветочек циния. Цветок способом обвязки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Для вязания этого цветочка нам нужна основная нить и отделочная. У меня белый и красный акрил. Цветок буду вязать из акрила. Набираем 40 петель. Причем не важно, спицами вы вяжете или на вязальной машинке. 40 петель, 2 ряда основным цветом. За основной цвет берем белый. 2 ряда белым, 2 ряда красным. Спицами мы вяжем то же самое. Любым удобным способом. Делаем набор 40 петель. Провязываем 2 ряда белым, 2 ряда красным. Вязка не платочная. Одна сторона лицевая, одна изнаночная. Провязали 2 ряда красным. Закрепили ниточку. 4 ряда белым. И еще 2 ряда красным. Вот эти вот белые ряды, это прослойка между нашими обвязками, лепестками. 2 красных. Красные ряды, это граница, это метка для вывязывания обвязки. И еще 4 ряда белый. Это уже середина цветочка. 3, 4. Так, теперь для того, чтобы у меня была красивая стяжка, мы делаем убавку. Если я вяжу спицами, я просто провязываю каждые 2 петли вместе. У меня из 2 петель получается 1. Если я вяжу на машине, я делаю проще. Я каждую вторую петлю пересаживаю на соседний угол. Получается у меня вязание через иглу. Если спицами, просто делаю убавку. 2 петли провязываю вместе. У меня количество петель сокращается в 2 раза. Это нужно для того, чтобы у меня была красивая стяжка. Можно провязать даже 2 раза и сделать 2 стяжки. На машинке это делать не очень удобно, потому что мне придется сделать массовую сборку. Поскольку у меня цветок должен быть быстрее, я сделаю вот так вот попроще. Просто каждую вторую петлю пересаживаю на соседний угол. Вот даже парочку петель пересаживаю поближе. Может быть даже и вот так вот. Сколько мне не лень, петелек пересажу на иглы поближе, чтобы было меньше. На самом деле это не так важно. Итак, теперь те иглы, которые у меня ушли назад, остаются сзади. Провязываю 1 ряд на оставшихся иголках. Причем провязываю на более рыхлой плотности. Если сейчас у меня стоит 5-я, я провязываю 1 ряд на 7-й. Могу даже 7,5, чтобы петля была большая. Тогда проще будет делать стяжку. Если вы вяжете спицами, тоже постарайтесь вот этот соединительный ряд, когда мы делаем убавки, провязать более рыхло. Один ряд. И все, отрываю белую нитку так, чтобы мне можно было сделать стяжку и зашить край. Беру иглу. Ну, тут хотите иголкой, хотите... Так, иголка-иголка. Я иголкой сделаю сборку, стяжку. Можете делать стяжку крючком, как удобно. Деваю углу. И просто все петельки собираю на ниточку. У меня получается достаточно приличная такая стяжка. Гораздо меньше, видите, стянуться будет гораздо проще, чем если бы я не делала эту убавку. Если очень лень, можно не делать. Но тогда у вас в середине цветочка будет стяжка большая. Собираю, собираю. И сейчас буду цветочек сшивать. У него такая особенность. Он... Лицо цветочка, это изнанка полотна. Поэтому сшивать буду, вкладывая мой цветок изнанка к изнанке. Пока машинка не нужна. Я даже не стала отрывать красную нитку. Вот она как висит у меня на вязании, так и висит. Сейчас я буду делать обвязку. Сейчас моя задача сшить цветочек. Вот мой край. Так, сейчас я его буду сшивать. Складывая изнанку с изнанкой. Совмещаю полоски обязательно. Это обязательно, потому что иначе идет сбой рисунка. Ну, вы, наверное, знаете, что когда мы вяжем полосатое полотно, мы всегда совмещаем полосы при сшивании. Сложили, полосочки совместили и сшиваем за один петельный столбик. Или за одну протяжку. В данном случае это не очень важно. Главное совместить полоски. Они нам очень нужны в процессе вывязывания отделочки лепестков. Полоски совмещаем и провязываем по лицевой стороне. Потому что в данном случае лицевой стороной является изнанка. Обвязка у нас все закроет. Такая интересная отделка. Завязали. Теперь у нас получилась вот такая заготовка. Ее можно отпарить, можно не отпаривать. Вот серединка. Видите, за счет того, что мы делали убавку и широкие петельки, получается вот такой вот интересный эффект. Серединка цветочка. Теперь мы делаем обвязку. Вот нить, которую я не обрезала. В итоге. Вот эти ниточки мы потом уберем. Можно убрать сейчас. Они, в общем-то, не важны. Спицами вяжу. На машинке неважно. Принцип один. Вот здесь у меня шов. Хотя, в принципе, я могу начинать абсолютно с любого места. Две, два ряда мы провязывали для того, чтобы у меня получилась четкая дорожка. Отделочная. Вот три протяжки я надеваю на иглы. Или на спицы. Вот эти три протяжки являются первыми петельками. Рабочая плотность у меня пятая. Не забываю об этом. Потому что мы последний раз провязывали на большой плотности достаточно. но свободный. И провязываю минимум 8 рядов на рабочей плотности. Можно 10. Но 8 это минимальное количество для того, чтобы сделать достаточно такую рыхлую, пухлую обвязку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. У нас получилась вот такая вот длинная 8 рядов такая дорожка. Я эту дорожку вот на эти же иголки я только на этих иглах работаю надеваю следующие три петельки из среднего ряда на эту дорожку у меня и провязываю 8 рядов. там петелька первая уже есть вторая петелька провязалась я надеваю на эти же иголки следующие три протяжки 8 рядов вот уже два лепесточка готовы следующие три протяжки и так далее до начала цветочка если цветок очень большой можно делать 4 петельки но тогда провязывать не 8 рядов а 10 это минимум если хотите очень ажурные обвязку можно делать по 2 петельки тоже тоже варианты тоже будет красиво обвязывайте вот так цветочек по кругу до начала обвязки когда мы доходим до последних трех петель у меня провязано 8 рядов последние 3 петельки надеваю если у меня не получается 3 можно подогнать под 3 петли тут в принципе это и не важно еще даже лучше если мы заедем на следующую сторону чтобы соединить обвязки и не провязываю а закрываю потому что если я провяжу еще мне будет просто некуда девать эту обвязку вот я ее провязала и закрываю любым удобным способом последнюю обвязку я не вяжу я только закрываю получается так ну вот видите этот цветок я сейчас на изнанку убираю ниточку и у меня вот такая полноценная обвязка по кругу и идет нигде не сбиваюсь делаю то же самое по второму кругу начинаю могу от серединки начинать могу с другой какой-то стороны начинать вот сейчас я начну так чтобы у меня серединка была полностью закрыта раз два и третье где-нибудь какой-нибудь из этих петель не важно три но обвязку буду делать не красненькую а беленькую по внешнему кругу я делаю точно такую же обвязку только белым цветом и не восемь рядов а десять для того чтобы петельки были побольше и не стягивали полотно были вот такие вот рельефные сделаю все то же самое только десять рядов и надеваю петельки на протяжки на те же самые иголки если я вяжу спицами я делаю все то же самое провязала десять рядов надела на спицы и провязываю первый ряд вместе с протяжками следующих трех петель вот получается такие достаточно массивные обвязки и посмотрите если вы считаете что между этими двумя обвязками явно не хватает еще можно посередине пустить еще какую-нибудь то есть видите у меня красная и белая посерединке я могу пустить желтенькую фиолетовую какую угодно для того чтобы у меня цветок был более такой насыщенный то есть здесь можно хоть в каждом ряду делать обвязку сейчас главное обвязать внешний край чтобы вот эта обвязка уже закрепила полотно и точно так же по средней части вот здесь вот я могу пустить еще и желтенькую обвязочку будет вообще красота то есть вот таким способом мы вяжем цветы с обвязкой и заканчиваем точно так же как делали с красным сколько хотите обвязок по кругу можно пускать главное цветок сшить предварительно в круг и обвязывайте уже то количество лепестков какой вам захочется в итоге у нас получается вот такой вот цветок очень интересный похожий на цинию вид сзади вид впереди если вам не нравится такая серединка сюда можно ставить пуговичку можно бусинку можно сделать помпон помпон буквально на двух пальцах на вилке на на чем угодно можно сделать вот прямо сейчас делаю быстро помпон желтенький я буду небольшой такой помпончик делать нужно конечно на одном пальце он будет поменьше нужно на двух как удобно вообще на вилке делаются совершенно замечательные помпоны и я думаю что все их умеют делать самое главное завертеть и завязать завязали край и теперь обрезать лишнее и все у меня помпон видите совершенно небольшой но я и не ставила целью делать огромный в данном случае просто просто покажу это конечно не нужно хотя вот такая вот большая бухрома она тоже наверное была бы интересна но я сделала гораздо меньше цветочек это как вариант вот такой на скорую руку самое главное этот помпон хорошенько закрепить и ровно отрезать все делается очень-очень быстро и очень-очень просто ну вот помпончик серединку одна ниточка с одной стороны серединки с одной стороны вторая ниточка со второй стороны серединки затянули получается вот закрытая серединка если не нравится открытым такое вот такое вот отверстие достаточно просто завязать теперь узелок и помпон привязан это как вариант отделки на самом деле отделывать можно любым удобным для вас способом это не 知道 так все но эти как какие и вот вот